Желаете приобрести новенький Meizu Pro 6s? Сделайте это с умом и воспользуйтесь кэшбэк. Возвращайте часть денег со своих покупок. Подробности под видео. Привет, ребят! С вами я, Андрей Ковтун. И рад вас видеть на нашем канале AndroNews, рубрика Light News. Сегодня у нас 3 ноября, и сегодня компания Meizu представила обновленную версию своего теперешнего флагмана под названием Meizu Pro 6s. И перед тем, как начать записывать этот видос, я долго думал, как вам преподнести эту новинку. Вариант первый. Недавно компания Xiaomi представила свой смартфон под названием Mi Note 2. Его официальная стоимость составляет 436 долларов. Официальная стоимость Meizu Pro 6s 400 баксов. И теперь давайте-ка проведем некое сравнение. За работу Mi Note 2 отвечает процессор Snapdragon 821. В качестве основной камеры используется модуль от Sony IMX 318. За работу Meizu Pro 6s отвечает процессор Helio X25. И в качестве основной камеры используется модуль от Sony IMX 378. А он на голову ниже, можно так сказать, на ступенечку ниже. Да и в принципе, насрать на камеру можно обратить внимание только лишь на процессор. Ладно, еще Mi Note 2. Давайте возьмем во внимание Xiaomi Mi 5s. За его работу также отвечает процессор Snapdragon 821. Так его уже сейчас, вот 11.11 будет день холостяков. Можно будет перевести за 295 долларов. Без учета кэшбэка, без учета купонов, без учета ничего, понимаете? А Meizu Pro 6s на старте продаж на Алиэкспресс можно будет купить за 450 долларов. Короче, цена просто неадекватная. Но, ребят, я все-таки выбрал второй вариант. Давайте пожалеем компанию Meizu. Вот так вот будем добрыми людьми. Вы знаете, что они судятся с компанией Qualcomm. Держат нереальные убытки. Но, тем не менее, они стараются делать работу над ошибками. Ну и что за работа этого смартфона отвечает процессор Helio X25? Многие люди вообще не играют на смартфонах. То есть, ладно, вот этот момент просто убираем в сторону. Мы не обращаем внимания на процессор. Но, ребят, что они сделали? В качестве основной камеры они используют новый сенсор от Sony IMX368. Да, это не топовый сенсор, но, тем не менее. Самым большим плюсом этого девайса, на мой взгляд, будет наличие оптической стабилизации изображения. Четырехосевой. Если она будет работать лучше, даже не лучше, намного лучше, нежели на Xiaomi Mi 5, то это плюс. И, во-первых, это первый смартфон от компании Meizu, в который вообще установили эту оптическую стабилизацию изображения. Короче, это плюс. Момент номер три. За автономность работы стандартной версии Meizu Pro 6 отвечал аккумулятор с емкостью 2560 мАч. В этот же смартфон установили аккумулятор с емкостью 3060 мАч. Теперь никто не будет Meizu тыкать лицом в какашки, говоря им, что за аккумулятор вы установили в свой флаг. Все четко. 5,2 дюйма, емкость аккумулятора 3060 мАч, все гуд. Следующий плюс номер четыре. И на него я возлагаю больше всего надежд. На старте продаж стоимость Meizu Pro 6 составляла 2799 юаней. Meizu Pro 6s 2700. И это на 100 юаней меньше. То есть вы понимаете, что компания Meizu отнюдь не дураки. Они знают, что они терпят убытки. Они знают, что не выпускают, по сути, в последнее время не совсем актуальные смартфоны. Но у них нет выхода. Они являются заложниками ситуации. То есть их судьба напрямую зависит непосредственно от компании Mediatek. То есть когда Mediatek наконец-то выпустит свой процессор Helio X30, который сделан по 10-нанометровому техпроцессору, возможно у компании Meizu появится какой-то шанс на будущее. Потому что Qualcomm их просто взяли и отрезали. Все. Мы никогда не увидим смартфоны Meizu, за работу которых будут отвечать процессоры от Qualcomm. И самый основной момент в этом четвертом плюсе заключается в том, что на старте продаж продукты Meizu всегда стоят почему-то дорого. Во всяком случае, все их последние новинки. Вспомним даже смартфон Meizu MX6. С самого начала его на AliExpress можно было приобрести за 330 или 340 долларов. Сейчас же на площадке AliExpress его можно будет приобрести 11.11 за 240 баксов. То есть вы понимаете, как сильно падают цены. Сейчас Meizu Pro 6 можно приобрести на площадке AliExpress за 300 долларов. Когда-то он стоил 400 с чем-то. Не так давно, да? Поэтому стоимость на старте продаж Meizu Pro 6s будет составлять 450. Но я думаю, что в течение пары месяцев стоимость упадет хотя бы до 350 долларов. И на мой взгляд, учитывая все технические характеристики этого смартфона, девайс будет вполне неплохим. Ну да ладно, меня просто переполняет эмоции. Давайте-ка отмотаем время назад и начнем постепенно знакомиться с этой новинкой. Поехали! Не знаю, что можно добавить касательно внешнего вида смартфона. Он выглядит в точности как Meizu Pro 6. Единственное едва заметное отличие будет заключаться в толщине корпуса новинки. Она составила 7,3 мм, а не 7,25 мм, как это было в предшественнике. Ну а для тех, кто не знаком с Pro 6, могу сказать, что это смартфон, который задал тенденцию использования арочных выводов под антенны. Ну а после уже эту тему подхватили китайские производители третьего эшелона. В целом новинка выглядит весьма эффектно за счет цельнометаллического корпуса. Все элементы расположены на стандартных для Meizu местах. Стандартный джек, порт Type-C, микрофон и внешний динамик на нижнем торце. Механические кнопки на правой грани, лоток для двух сим-карт на левой. На тыльной панели кольцевая вспышка с лазерной фокусировкой и объектив камеры. На лицевой панели кнопка M-Touch версия 2.1. Выпускается смартфон в четырех расцветках, сером, черном, золотом и розовом. Вес гаджета составил 163 грамма. Итак, давайте с холодной головой подойдем к дизайну этого смартфона. Выглядит он просто шикарно. То есть если сравнить дизайн на Meizu Pro 6s и Xiaomi Mi 5s, Mi 5s даже рядом не стоит. Я думаю, вы со мной согласитесь. Да, он нереально похож на iPhone 6s, но это неплохо. iPhone 6s выглядит круто. Короче, решение Meizu оставить дизайн в точности такой же, как на Meizu Pro 6, я считаю, было решением правильным. Теперь давайте-ка я вас по порядку ознакомлюсь с технической частью этого смартфона. За работу новинки отвечает 10-ядерный процессор Helio X25. С коробки девайс будет работать под управлением операционной системы Android версия 6.0 с предустановленной оболочкой Flyme версия 5.2. На борту имеется 4 гигабайта оперативной памяти типа Low Power DDR3 и 64 гигабайта постоянной памяти типа EMMC 5.1. Диагональ дисплея гаджета составляет 5.2 дюйма с матрицей Super AMOLED и разрешением Full HD. Максимальная яркость дисплея составляет 350 кандел на квадратный метр. В качестве основной камеры используется модуль от Sony AMX 386 на 12 мегапикселей с максимальным значением апературы f2.0 с системами лазерной и фазовой фокусировки. Причем, если верить производителю, первые улучшили, подняв ей скорость и точность даже при условиях недостаточной освещенности. В качестве фронтальной камеры используется модуль на 5 мегапикселей с максимальным значением апературы f2.0. За автономность работы отвечает аккумулятор с емкостью 3060 мАч. Из дополнительных фишек могу отметить наличие быстрой зарядки M-Charge, поддержку функции 3D Press и выделенный аудио-чип. Но то, что процессор Helio X25 полный шлаг, я вам уже сказал в начале этого видео. Поэтому на этом моменте больше акцентировать наше внимание не будем. Давайте лучше выделим позитивные моменты. Данный девайс будет выпускаться только лишь в одной модификации. И на борту этой модификации будет 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной памяти. На мой взгляд, такого количества постоянной памяти хватит всем пользователям. Второй плюс. В этой новинке присутствует выделенный аудио-чип. Ни в одной из новинок от компании Xiaomi выделенного аудио-чипа нет. Только лишь встроенный от компании Qualcomm. Хотя, наверное, его с головой хватает. Третий плюс. Наличие 4-осевой оптической стабилизации изображения. На нашем канале еще не появился полный обзор смартфона Xiaomi Mi 5S. Но я уже сейчас могу сказать, что это один из минусов этого гаджета. Четвертый плюс. Наличие функции 3D Press. Мало кто из пользователей пользуется этой функцией. Но, ребят, все равно это затрата. То есть, на это компания Meizu потратила деньги. Лучше бы они, конечно же, убрали эту технологию. То есть, и сделали стоимость смартфона, если баксов на 20-30 дешевле. Но, тем не менее, эта функция есть. И хотя бы кто-то ей пользоваться не будет. В общем, если я подведу итоги, можно смело сказать, что смартфон Meizu Pro 6S неплохой. Если бы его стоимость на старте продаж составляла не 400 баксов, а хотя бы 350 долларов. Даже не знаю. То есть, вот если бы я сейчас мог взять на Алиэкспрессе и купить этот смартфон за 350 баксов, я бы взял бы его и купил. Несмотря на то, что за его работу отвечает процессор Helio X25. То есть, по технической части, лично мне этот смартфон зашел. Но то, что его цена вообще печальная, вот это факт. Поэтому давайте-ка все ждать снижения стоимости. Я уверен, что когда-то этот момент произойдет. Своё мнение по поводу этой новинки, да и в принципе все ситуации, которые происходят вокруг бренда Meizu, пожалуйста, высказывайте в комментариях под этим видео. Где купить смартфон по актуальной цене, я укажу в описании в комментариях под этим видео. Не забывайте пользоваться кэшбэк. Возвращайте часть денег со своих покупок. Если вы хотите в дальнейшем увидеть полный обзор этого смартфона, подписывайтесь на наш канал. Интересуетесь китайской электроникой и электроникой в принципе, добавляйтесь в наш паблик в ВКонтакте и заходите в наш сайт andronews.com. Также всех жду на своей странице в инстаграме и надеюсь, что вы будете ставить лайки под этим видео. С вами был, как всегда, я, Андрей Ковтон, специально для Andronews. Да пребудет с вами Android. Пока-пока.